Музей огня Дорогой зритель, мы находимся сейчас с вами в историческом зале нашего музея. Именно в этом зале мы словно перемещаемся во времени, попадая в позапрошлый век, когда пожарная служба Белоруссии только зарождалась. Человек и огонь – два феномена природы, которые до сих пор еще так и не познаны. Огонь – друг и враг, зло и добро одновременно. Он давно и преданно служит человеку, но если огонь выходит из-под контроля, он превращается в беспощадного и страшного врага, способного уничтожить все и всех на своем пути. Дорогой друг, перед тобой диорама одного из самых крупных пожаров, возникшего 21 июня 1881 года, когда в 10.30 утра загорелись склады со скепидаром, смолой, нефтью и другими легко воспламеняющимися материалами в районе Соборной площади. Вспыхивали сложенные рядом с домами и надворными постройками короба, лесоматериалы. Ветер перебрасывался на поисках на сотни метров. Загорались дома на Немикской, Раковской улицах, заваленном и школьном переулках. Огонь быстро распространялся на строение Соборной площади. «Помогите, люди добрые! Спасите!» Люди метались между горящими строениями, взывая о помощи пожарным соседям, Богу. Но что могла сделать пожарная команда с ручным насосом и двумя бочками воды? Разбушевавшаяся огненная стихия пожирала дом за домом, улицу за улицей. Двое суток бушевал этот страшный пожар, распространившийся на 16 улиц и переулков. Без крова и средств на существование остались более тысячи семей, ремесленников и рабочих. В архивных материалах сохранились записи о том, что в течение лета и начала осени значительная часть беднейших семей погорельцев была размещена в солдатских казармах. Но по возвращении войск из маневров они были из казарм выселены. Погорельцы вынуждены были искать приют в других кварталах Минска у таких же бедняков, как и они, а также уходить из города в поисках куска хлеба, крова, счастья. В то же время Минский губернатор господин Петров в связи с ходатайством городской думы о помощи пострадавшим в своем письме на имя министра внутренних дел сообщил, что положение погорельцев представляется достаточно обеспеченным и не требующим никаких расходов со стороны правительства. Сегодня каждый человек, оказавшись в огненной ловушке, может рассчитывать на помощь спасателей пожарных, которые в считанные минуты примчатся к месту пожара, справятся с огнем и спасут, потому что в их распоряжении современная техника, современное оборудование. Но что могли сделать огнеборцы прошлого века? Дома были деревянными, крыши соломенными, водопроводы были? Не было. Пожарные машины были? Не было. Телефоны были? Не было. Снаряжение первых пожарных команд было более чем скромным. Бочка с водой, несколько бронзбойтов, да неуклюжий ручной насос, который тогда называли не иначе, как заливной трубой. Этот насос подавал 400 ведер воды в минуту, а дальность водяной струи не превышала 6 метров. Работал этот ручной насос благодаря качальщикам. Да, именно они качали воду. Это было очень сложное занятие. И я должна сказать, что в качальщике брали самых здоровых мужчин города, потому что качать беспрерывно несколько часов должно было быть у человека огромное-огромное здоровье. На смену качальщикам могли приходить горожане, которые прибегали на пожар, и продолжали качать воду. Вода перемещалась от ручного насоса. Почем? Как это называется? Нет-нет, это не шланг. Вот это называется рукав. По пожарному рукаву. Пожарный рукав заканчивался вот такой металлической тяжелой штукой. Раньше ее называли бронспойт, а потом позже стали называть пожарным стволом. Так вот я вам хочу сказать, что работа пожарных, которые работали со стволами, их называли ствольщиками, была самой-самой опасной. Первые пожарные команды набирались в основном из солдат, негодных к строевой службе. Они состояли в отрядах водоснабжения, трубных, лестничных, топорных и охранительных. Были установлены должностные и профессиональные специализации. На таком ручном насосе работало четверо качальщиков, физически крепких и выносливых солдат. Задачей топорников было открыть путь для ствольщиков, чтобы те могли предотвратить дальнейшее распространение огня. Именно топорники входили первыми в горящее здание и спасали пострадавших от огня людей. Трубники должны были при помощи пожарных труб и рукавов заливать горящее здание и сооружение водой. Водоснабжатели должны были заботиться доставкой воды к месту пожаров. Ее доставляли на лошадях в деревянных, больших деревянных бочках. А лазальщики, вот их форма, должны были при помощи приставных лестниц как можно быстрее подняться на чердак, на крышу или в высокие этажи зданий. А у охранителей была особая миссия. Они должны были ограждать место пожара от посторонних наблюдателей и охранять имущество погорельцев от злого человека, пачи ока своего, потому что это был последний скарб, который смогли спасти от огня. Бойцы каждого отряда носили на рукавные повязки своего цвета. Топорники – красного, трубники – синего, водоснабженцы – зеленого, охранители – белого. Помните у маршака? На площади базарной, на каланче пожарной круглые сутки дозорные убудки поглядывал вокруг. На север, на юг, на запад, на восток не виден ли дымок. С тех пор многое уже изменилось. Сегодня вместо лошадей, запряженных в бочке, в гаражах стоят мощные автомобили. Сегодня у каждого из нас есть телефон, и мы можем в любое время суток сообщить о пожаре диспетчеру. Да и каланча перестала быть самым высоким сооружением в городе. Да-да, речь сейчас пойдет именно о ней, о каланче пожарной. Город с нее был виден, как на ладони. Это наблюдательная башня при полицейском участке или депо, на который неустанно несли тяжелую службу каланчевые. Даже ночью человек с каланчи не имел права снимать сапоги, чтобы только не задержать выезд по тревоге. Вот и на нашей улице, она у нас пожарная. Каланча – самое высокое сооружение. А вы знаете, для чего флаги на каланче? Как правило, на каланче устанавливалось балансирное устройство для подъема флага в дневное время. И фонарей таких же цветов, но только в ночное. Именно они указывали место, где возник пожар, и место сбора команд. Для подачи общегородской пожарной тревоги применялся колокол. Звон набата был слышен в окрестностях на много верст и оповещал о начавшемся пожаре. А может быть и наводнении, а может быть о вражеском нашествии. Услышав звуки набата, пожарные быстро выбегали во двор, выводили лошадей, запрягали обозы и мчались к месту пожара. Впереди пожарного обоза мчался вестовой. Он трубил вражок для того, чтобы люди освобождали дорогу, потому что на всех парах мчались на пожар пожарные. Субтитры создавал DimaTorzok